А в Театральном музее имени Бахрушина проходит выставка «Я счастливый человек». Многочисленные экспонаты, которые рассказывают о жизни, творческом пути драматурга и истории постановок его пьес на сценах столичных и провинциальных театров. Сольный концерт Джулии Фишер состоится в Доме музыки. Прозвучат сочинения Тортини, Мендельсона, Равеля и Сарасаты. А в Малом зале консерватории сольный концерт дает Михаил Плетнев. МХТ имени Чехова представляет предпремьерный показ спектакля Константина Богомолова «Карамазовый» по мотивам романа Достоевского. Играют Игорь Миркурбанов, Филипп Янковский, Виктор Вержбицкий, Алексей Кравченко, Роза Хайрулина, Марина Зудина, Дарья Мороз, Александра Рябинок, Максим Матвеев. Музей изобразительных искусств имени Пушкина в отделе личных коллекций представляет выставку «Искусство, с которым я живу». В экспозиции работы Бенуа и Кокто, Зверева и Яковлева, Кончаровой, Судейкина и Целкова, Иосифа Бродского и Лапшина из коллекции Михаила Барышникова. Рязанский театр драмы представляет спектакль «Правда хорошо, а счастье лучше» на фестивале «Дни Островского» в Костроме. В Алтайском театре драмы имени Шукшина играют спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Комедию Островского поставил Владимир Золотарь. В театре Налитейно можно увидеть «Самый легкий способ бросить курить» пьеса Михаила Дурненкова, постановка Андрея Сидельникова, руководитель постановки Виктор Рыжаков. В Русском музее проходит персональная выставка Олега Кроткова, посвященная памяти недавно ушедшего из жизни мастера. В экспозиции работы разных периодов творчества, от композиций в стиле соцреализма, с которых художник начинал в 50-е годы прошлого века, до авангардных работ 90-х, созданных уже в эмиграции. Национальный театр русской драмы имени Леси Украинки представляет Валерию Заклунную и Юрия Мажугу в спектакле Ирины Барковской «Деревья умирают стоя». Густаво Дудамель начинает серию совместных концертов с Берлинским филармоническим оркестром в Берлинской филармонии. Прозвучат сочинения Стравинского, Шуберта и Бетховена. Берлинская государственная опера представляет оперу Вольфганга Мадея Моцарта «Мнимая садовница врата любви» в постановке Ханса Нойнхельса. В Театре Ковенгарден дают оперу Рихарда Вагнера «Парсифаль» в постановке Стивена Ленгриджа, дирижер Антонио Папано. Лондонский симфонический оркестр играет сочинения Бетховена и Дворжика в Барбикон-Холле, дирижер и солист Николай Цнайдер. В музее Притерианского дворца в Пратто проходит выставка от Донателло Клиппи. Экспозиция посвящена одному из важнейших периодов в истории итальянского искусства – эпохи раннего Возрождения, символом которой стали художники, работавшие в Пратто. Одним из таких мастеров был Филиппо Липпи, вокруг которого сформировался круг художников – «Кармелит Фрадиаманты» и «Маэстро Делла Нативита Ди Кастелло». До Липпи наиболее видными и крупными авторами из Пратто были Донателло и Паоло Учелло. Центральной работой раздела, посвященного Донателло, стала «Мадонна с младенцем и двумя ангелами», а творчество Учелло представлено полным собранием его ранних работ. Выставка воссоздает былое величие собора святого Стефана в Пратто, над которым трудились художники-мастерской Пратто. В Италию возвратились наиболее значимые работы из крупнейших музеев Европы и Америки. «Кармелит Фрадиаманты» Приветствую вас, уважаемые телезрители. Сегодня в вашем доме в гостях певец Большого театра и режиссер, народный артист России Алексей Масленников и его дочь Елена. Балерина Большого театра в прошлом. Алексей Дмитриевич, начнем сначала с детства вашего. А ведь вы из семьи военного. И поэтому, как часто бывает в семьях военных, переезжали из города в город, но музыка в семье звучала? Музыка не то, что звучала в семье, она доминировала. Отец имел очень хороший голос. Тенор. Думаю, что по природе получше моего. Что вы? Мне похожую вещь сказал Повороте. Он сказал, что разумея тенор, теноришка, вот у папы моего тенора. Вы знаете, а он был кадровым военным летчиком. Зачем-то делал революцию, участвовал во всех войнах, включая испанскую. Так это героическая судьба. И после Великой Отечественной ушел в отставку. Он не мечтал, чтобы вы стали военным? Наоборот. Когда он ушел в отставку и занялся вплотную с семьей, потому что до этого я его видел очень редко. Он все время был в учениях. Но поскольку у него был хороший голос, он даже был солистом хора в Академии Жуковского, в которой он кончал. И даже однажды выступал на сцене Большого театра. Ну вот видите, это как бы предвещало ваше появление на этой сцене. Да, больше того. А его дед, его отец, когда я его в 49-м году приезжал в Москву из Ленинграда, я его водил по Москве, показывал в Москву, учась тогда в училище при консерватории, еще остановился у Большого театра и говорит, дедуленька, вот это вот Великий Большой театр. У него такая была пауза, а он был двухметровый гренадир, удивительный, мастер кораблестроения. Дочка от него взяла рост. Стать, стать. Да, и стать, да. Он так подумал, сказал, сынок, а ты ведь будешь работать в этом театре, а меня уже не будет. Представляете? Я знаю, 7 лет до моего поступления в Большой театр. Потрясающе. Ты сказал мне это. Представь себе, кого вы, ну хоть меня немного помоложе, Влюбленного, не слишком, а слегка, С красоткой или с другом, хоть с тобой, Довитель, друг, Ну, поскольку вы не кокетливая Примадонна, чтобы сориентировать зрителей наших во времени, скажем, я думаю, прямо, что вы уже разменяли девятый десяток. Да мне просто недавно исполнилось 83 года, и я принимаю поздравления. Еще бы. Можно просто восхищаться, потому что вы так моложа вы выглядите, просто зрители могут не понять, когда вы говорите там 49-й, а я вспоминаю, что ваше имя вот так привлекло все внимание впервые, это когда вы были еще студентом консерватории, и это 50, наверное, какой-нибудь пятый год, когда вдруг на афишах рядом с именем Зары Долухановой, да, появляется... Долуханова, Дорляк, Масленникова. Нина Дорляк, и появляется... Студент консерватории четвертого курса. Да, Масленников. Это первое исполнение еврейского цикла Дмитрия Дмитрия Шостаковича. Но не боязно было? Они же уже были знаменитыми певицами. Вы понимаете, видно по молодости, я не испугался, по глупости. А вот интересно, Дмитрий Дмитриевич тогда присутствовал, естественно, на исполнении? Дмитрий Дмитриевич не то что присутствовал, он играл, он на фортепетах был. Он же был очень требовательный к исполнению. Как на репетиции вам доставалось? Вы знаете, мне в этом отношении всю жизнь очень везло. Если я за что-то брался, я, во-первых, когда я еще была жива, Елена Клементина Катульская, Ваш педагог. Профессор, да. Я тут же брал ноты и шел к ней, и с ней советовался, с ней потом занимался, работал. То есть вы выносили уже готовое произведение? Совершенно верно. Перед автором. Совершенно верно. Вот. И поэтому меня порекомендовала Нина Львовна Дорляк, Дмитрий Дмитриевич. Как я потом выяснил. Она дежурила на моем спектакле в оперной студии. Онегина, ей это очень понравилось, и она порекомендовала Дмитрия Дмитриевича. Ну, мое волнение было непередаваемо, когда я ехал на первую и, собственно, последнюю репетицию к Дмитрию Дмитриевичу домой на Кутузовском проспекте. Он там в то время жил. Не столько жил, сколько мучился, потому что за стенкой у него какой-то малыш пытался играть на фортепиано. Для слуха Дмитриевича. И он под одним нотками, это было страшно. Он переживал, мучился страшно. Вот, но потом, слава Богу, переехал. И мы, значит, что называется, сходу Дмитрию Дмитриевичу пропели весь этот еврейский цикл, где несколько дуэтов, сольных номеров у каждого, трио. Это удивительное вообще сочинение. Одно из его любимейших сочинений, которое было запрещено. Он было написано в 47-м году, когда Дмитрий Дмитриевич возвращался из большого зала консерватории, где происходил разгром космополитов. Ну да. Куда попал и он, естественно. Он расстроенный безумно пошел вниз по Герцена, повернул направо к Калининскому проспекту, и там в угловом здании был раньше приемный президент Верховного Совета СССР. Да, да, да. Прошел направо, повернул, и там подворотня была, и из нее сделали книжный магазин. Букинистический. Я туда все время бегал, когда был студентом университета. Вот, вот, вот. Чудный был Букинистический. Он зашел, просто чисто, автоматически, и увидел какой-то такой маленький сборничек еврейской народной поэзии. Он взял почему-то, пошел домой, и в течение недели написал этот цикл еврейской поэзии. А впервые ему был исполнен, как вот вы правильно сказали, 15 января 55-го года в Ленинграде. Все новые свои сочинения, как вам известно, Дмитрий Дмитриевич впервые исполнял всегда в Питере. Как ленинградец. Вот. А в Москве исполнение еврейского цикла было 20 января того же года, естественно. И там, и там присутствовала конная милиция. Такой был интерес к этому сочинению. Ну и к Шостаковичу вообще. Да, еще бы. В Ленинграде мы этот цикл исполнили на бис от начала до конца. Вот это да. Это успех. Понимаете, такое творилось просто непередаваемо. И вот это, так сказать, благодаря Дмитрию Дмитриевичу, гению, которого я считаю крестным отцом. Ну, я думаю. Я вышел, так сказать, на большую сцену. Путь в большой вокал вам открыл. Попомнишь, гуляли с тобой мы в паре, Что мне сказала ты на бульваре. О, ой, 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 гулять, девочка. Субтитры создавал DimaTorzok Вы же еще студентом были зачислены сначала в стажеры, а потом уже и в трубку. Это нечастый в то время случай. Меня слушал тогда Чулаки, был директором Большого театра. И сказал Елене Клементьевне, что она приготовила меня на пробу Большого театра. Без всяких туров и так далее. Второе еще был солист Кархипова. Ее по приказу министра Михайлова перевели из Екатеринбурга, Свердловска. Свердловска, по приказу министра. И вот я в Биткоинском зале, как сейчас помнят, 13 марта, зал был забит. Беспрецедентный случай. А любопытствующих очень много. Артисты, хора, солисты, все дирижеры, режиссеры. И я вышел, спел арию Рудольфа и Владимира Игоревича Гаватина. И сразу меня, значит, я стал страховать спектакли Сергея Яковлевича Лемешева в Ванягине. Вот действительно же, то время, золотой век Большого театра, живы и действуют Лемешев, Козловский. И вдруг появляется молодой тенор. Как вас приняли? Я даже не заметил, как они меня приняли. Настолько это было естественно. Естественно? Как будто в свою семью пришел. Ну, это поразительно. То есть не было никакой кавер-завиды. Я за первый сезон исполнил семь первых партий. Никто палок в колеса не ставил абсолютно. Потрясающе. Отношение Сергея Яковлевича Лемешева было особенно трогательное. А потом и Иван Семенович Козловский. У меня было такое отношение. Тенор-Тенорович. Где-то немножко призятая к нему, у него блесчащий был голос. Особенно в школе он была от природы. Он же не занимался ни с кем и никогда. Это совершенно поразительно. Мы сидели с моим другом Георгием Панковым за столом, пили чай. И вдруг подходит Иван Семенович Козловский. А он всегда так и по жизни немножко юродствовал. Я, естественно, встал. Он говорит, молодой человек. Вы даже не знаете, что вы сделали. Я подданк ему тоже по юродству. А что вы имеете в виду? Вашу работу в игроке. Тут мне даже самому стало неудобно и неловко за мою бестактность. Я его поблагодарил и был безумно тронутый. Я очень много выиграл. Вот это, это. Шестьдесят погибель одного стола. Вот еще шестьдесят погибель. Трудой закрылся. Игрока в то время даже пробивали с Борисом Александровичем Покровским три сезона подряд. Покровский, в конце концов, не вытерпел и поехал в Дрезден поставил. И только после того, когда услышали про успех в Дрездене, тогда разрешила партийная организация ставить нам этот спектакль. Потому что они очень заболчились о голосах и считали, что Прокофьев портит голоса. Ну так и певцы некоторые поначалу считали. Ну так и Алина Сергеевна Улана говорила, что танцевать Ромео и Джулетт под Прокофьево нельзя. Говорили же, да, что нет музыки печальнее на свете, чем музыка Прокофьева в балете. Вот такие эксперименты нужно только приветствовать. Ну раз мы уже заговорили о балете, перейдем к балерине. Кстати, вот когда родилась дочь, вы не мечтали, чтобы она стала певицей? Или сразу балетные наклонности проявились? Она просто чуть ли не от рождения стала мне говорить, папа, я буду балериной или дворником. Выбор был такой простой. Да, и все. Причем категорично и настойчиво. Я знаю, что вы сложно учились, да, как-то в нескольких училищах. Это из-за чего? Из-за роста или... Выгнали меня из училища после пятого класса. Московского, Маху, да? Да, да, да. И я пыталась... Она раньше других пошла в рост. Да. Пыталась поступить в Пермь, не получилось, в Ленинград, не получилось, и уехала в Баку. И там закончила, да. Но потом все-таки... Потом приехала в Москву, год отработала в Мимансе. И перешла в труппы балета. А в Баку она поступила только благодаря тому, что директрисы Бакинского, народная артистка Советского Союза, были врагами с Головкиной. У них были сложные отношения. Это закулисная жизнь театра, особенно балета. Ларчик открывается просто. Скажите, вот редкое исключение для балерины, чтобы многие не отваживаются даже на одного ребенка, чтобы якобы сохранить себя в профессии. А вы родили четверых. Ну, я одного родила, когда я танцевала. А потом я уже троих родила позже. Ну, это подвиг, в общем-то, да? Наверное, я не знаю, есть еще примеры в вашей балетной среде? Четверых? Нет, по-моему. Нет, четверых я тоже не знаю. Но если балерины, то уже сразу надо давать мать героине, по-моему. То должен быть какой-то коэффициент. Да, конечно. Как на фронте, знаете, год за три. Но я знаю, что при всей вашей молодости вы уже и бабушка. Бабушка, да. Это же гениально просто. И счастливый прадедушка, значит, перед нами. То есть она сделала меня счастливейшим человеком. Ну, я думаю. Счастливейшим. А дети чем занимаются? Все уже определились в профессии? Ну, старший сын, он уже работает. Средний поступил в этом году в институт. Он только школу закончил. Девочки еще в 10 классе. Но есть уже какие-то предпосылки? Ну, даже у нас... Кто-то пойдет в театр? Нет. Никто из чем говорит? Ну, пока не знаю. Они так колеблятся. И, в общем, не очень уверены еще в выборе своей профессии. Девочки, во всяком случае. Ну, к 10 классу уже пора определиться. Не знаю. Пока их так немножко штормит. Но вы не подталкиваетесь никуда, да? Она определилась, Дарьюшка. Да, Даша, она у нас будет дизайнером. Она сейчас уже ушла из школы в колледж дизайнерский. То есть она уже так определилась. Ну, можно стать сценографом, чтобы как-то к театру приблизиться. И что-нибудь с дедушкой поставить. Это же было бы счастье для дедушки, если вы представляете, ваша режиссура и сценограф. Ну, это уже вряд ли я доживу до этого. Ну, почему, если... Надо постараться, Василий Дмитриевич. Но вернемся вот к началу вашего пути. Ведь вслед за циклом Шостаковича вы исполнили же где-то вскоре и цикл Сверидовский. Это как раз по предложению Дмитрия Дмитриевича Георгия Васильевича. Ну, потому что Георгий Васильевич был учеником Дмитриевича. И замечательно, что Шостакович сказал, что Сверидов очень русский композитор. И Георгий Васильевич, по-моему, был еще требовательнее, чем Шостакович к исполнителям. Мне рассказывали те, кто исполнял, и были первыми исполнители его циклов, и Евгений Генчин, и Стеренко, и Владислав Иванович Пьевко, и так далее. Как было непросто угодить. С ним было очень трудно работать. Очень. Очень интересно вообще. Он был энциклопедически грамотным человеком. Но он добивался очень естественного и простого звучания. Он даже свои романсы не называл романсами, а песнями. Чтобы их исполнять, как русские народные песни. И я, так сказать, много мы с ним встречались, в отличие от Дмитрия Дмитриевича. Репетировали тоже дома, на дому. И доходили до руганий, возмущались. Я требовал свое исполнительное, второй творец, для того, чтобы прошло твое сочинение, твое произведение. Я должен вложить и понять все, что ты хочешь от своего сочинения. У него был, к несчастью, хороший баритон, хороший голос. Настоящий голос. И он вам показывал? И он, значит, я его попросил. На одной из первых репетиций я исполнил. Он стал, ну, разогнал меня. Да нельзя. Я говорю, Юра, мы были в таких отношениях. Я не Георгий Васильевич, а Юра его называл. Спой, пожалуйста. Я хочу послушать и понять, что ты хочешь. Он спел. И я как профессионал. А профессионалы, они ведь большие попугаи и большие обезьяны. Я абсолютно точно с его интонацией спел так, как он. Как он слышал это? Нет, как он пел. Ну да, да. А мы-то себя слышим иначе. А композиторы вообще поют часто дурными голосами? А он мог. Ну, понимаете, а он с голосом. И я исполнил от и до так, как спел он. Он взорвался. Что это за ерунда? Как ты можешь так отвратительно исполнить? Я говорю, Юра, извини, я спел точно так же, но ты не понимаешь простой вещи, что мы себя слышим-то иначе, чем воспроизводим и слушатель слышит. И тут он стал помягче. И мы нашли общий язык. В результате был доволен. За поляк, за зиний гучий лога, в зелени и озер пролегла песчаная дорога, за сибирский лог. ПОЁТ НА ИНОСТРАНОМ ЯЗЫКЕ Потом там встреча у меня была замечательная с моим, могу сказать, другом Славой Рихтером. Встретились тоже в Зальцбурге. Вот расскажите про обет с Рихтером. Он там впервые играл в Моцарте, у меня там есть концертный зал замечательный. Я был на этом концерте, он блистательно совершенно играл. Но потом я хотел пойти к нему, а там никого не пускали. В Чехлевича и Нина Львовна Дырляк. Она там сидит рядышком, никого не пускали. Я говорю, скажите, пожалуйста, что пришел Маслеников. Я пришел. Он меня пустил. И он на моих плечах рыдал. Я так плохо играл. Но он вообще самоедством отличался. Ну да, страшный совершенно. И вот это у меня два Слава. Славы плакали на моих плечах. Это Рихтер и Ростропович. Если интересно, тоже расскажу. А другой Слава по какому поводу? Сейчас, это сейчас, после обеда. Да, конечно. Да. И он меня, значит, пригласил на обед. Под Зальцбургом. Прекрасный парк. И в центре парка стоит замок. Красивый, красного кирпича. Удивительный совершенно замок. И там, значит, огромный ресторан. Мы пришли с ним. И с Ниной Львовной. В этот огромный зал. Я сижу у Слава. И Ниной Львовна. Мне, значит, как всем. Дают партитуру. И я в состуденческой скамье. Я всегда, когда появлялся в ресторанах, я смотрел на меню справа налево. Это так у Довлатова есть. Она читала меню, как еврейские письмена. Справа налево. Сначала цена, потом... Цена, а потом что-то... Я, когда это прочитал, я толкаю Славу и говорю, Слава, ты что, с ума сошел? Куда ты меня привел? Он говорит, выбирай, что хочешь. Но я все равно, все-таки, по-студенчески выбрал... Скромно. ...минимум. И он вдруг заказывает вино. Самое дорогое французское вино. У меня глаза полезли на лоб. Мы пообедали. На Славу. Попили. В прямом и переносном смысле. Попили прекрасное вино. Потом пошли гулять по этому парку. Я его придержал. Я говорю, Славка, ты что, с ума сошел? Он говорит, дурак. Я так оторопел. Я говорю, а что такое? Вот напротив, знаешь, что сидело? Голова фирмы «Филипс». Я до сегодняшнего дня на их содержании. Вы пожалели, что так скромно заказали. Я говорю, так что ж ты говоришь, что я дурак? Ты бы мне сказал, я бы его разорил. Правильно. Но теперь про другого Славу. Про другого Славу. Про Ростроповича. Я был последний, кто ушел в ночь его отлета из России на матушке. И мы остались со Славой вдвоем. И с ним началась истерика. Об этом даже Галина Павловна не знает. Ее не было в тот вечер, да? Она спала в спальне. То есть, вряд ли она спала. Но она находилась в спальне. А мы с ним вдвоем сидели. Он за неделю до этого купил антиквариат. Он любил собирать антиквариат. Антикварный, восточный журнальный столик. Весь инкрустированный. И мы на полу, на коврах сидели за этим столом. И он стал биться лбом об этот стол и говорить. «Старик, я не хочу! Старик, я не хочу!» Я два часа его успокаиваю. И только в пять часов я ушел от него. Да, это воспоминание. Это я впервые рассказываю. И еще у меня был с ним удивительный совершенно случай. В 69-м году, как вы помните, Борис Александрович Покровский восстановил свой Онегин со Славой Ростроповичем, которую он поставил в 44-м году. Это была первая его редакция. И после этого Слава по своей душевной доброте устроил банкет в честь этой премьеры. Из Грузии выписывал, прислали две бочки огромных, шикарного вина. Тогда оно еще было. Вот. И пригласил на этот банкет всех участников премьеры Онегина. От рабочих сцелы до ведущих солистов. У него широкая душа была. Три этажа в доме композиторов были сняты и накрыты столы. Мы сидели внизу, там при входе сразу в центре сидел, опять же, Слава, Галина Павловна справа, я слева. И вдруг он мне, когда уже выпили, хорошо, он, говорит, Таик, он, Р, не выговариваю, Говорит, Стаик, а мы друг друга называли Стаик. Он Стаик, и я Стаик. Да, Стаик, ну скажи честно, спасибо тебе огромное, но ты никогда так не пел. Я говорю, Пасиста Фик, но с Караяном я пел еще лучше. И он простил. Он затаил. Правда? А в это время его впервые пригласил Караян на запись тройного концерта. Рихтер, Караян и Давид Федорович Айстрах. И я, значит, ложусь спать уже 12 часов. Вдруг я сквозь сон слышу, открылась дверь, кто-то зашел, чуть темно и встал на колени. Я включаю свет. Я говорю, Сулак, ты что, с ума зашел? Он говорит, буквально текст точный. Стаик, прости, я тоже никогда так не играл, как с Караяном. Видите, он запомнил это. Если вспоминать вот ваше детство, ведь на Западе, я не знаю, как в Зальцбурге, но в Америке вот есть афиши, где значится Альберт Масленников, да ведь? Да. Потому что по паспорту вам имя дали Альберт, да? по паспорту она так и осталась. Это сценический Алексей. Я когда пришел на первый урок к Елене Климентной Катульской, я пришел, значит, к ней домой, она сидит в огромном, шикарном, бордо кожаное в вольтаровском кресле. Величественное. И посадила меня напротив себя и говорит, во-первых, какой ты Альберт, если ты Масленников? Ты Алексей. Вот. И стала крестной мамой. и действительно моя родная мама и папа звали ее твоя московская мама. Вообще по жизни мне везло. Я потом встретился в Большом театре сразу с Борисом Александровичем Покровским, с Мелик Пашаевым, с Хайкиным, со Светлановым, с Рожесинским. Потом встретился с Корояном, даже так, понимаете, который меня пригласил, прилетев специально на открытие гастролей Большого театра, знаменитые гастроли, величайшие, незабываемые в 64-м году мы открывали Борисом Годуновым. А он 12 лет добивался и пробивал постановку Бориса Годунова в Зальцбурге. Где он руководил фестивалем. Да, раньше же были только спектакли Моцарта. Да. Потом начали западных композиторов, а он захотел, понимаете, Бориса Годунова. 12 лет он добивался и пробил. При том, что авторитет был потрясающий, он же был музыкальным диктатором Европы, фактически. понимаете, если не мира, понимаете. Вот, и он прилетел послушать Большой театр. Это очень уважительно. И там почему-то понравился из певцов Масленников такой, понимаете. И он пригласил меня. Интерес к этому спектаклю был настолько велик, что Караян вынужден был пустить на генеральную репетицию впервые и последний раз в своей жизни публику. И был битком на битзал. Я выбегаю на сцену, Караян демонстративно подымает дирижерскую палочку и кладет на партитуру. И смотрит на меня влюбленными глазами буквально. А глаза у него бледно-голубые, в них тонешь, как в море буквально. И я пою без его управления. Он только ладонями показывал, чуть-чуть прибавить и убавить. Все. Вот это доверие. Так я действительно прыгал выше головы. Мне потом многие говорили, солисты, певцы, которые меня слышали, а почему ты говоришь, так в большом театре не поешь? А Караяна нет. Ну пустячок. Вот, понимаете? и я выхожу кланяться. Маэстро встает и над головой аплодирует. 24 раза я выходил на поклон и все это время он стоял и аплодировал. У меня лили слезы рекой, а я в ответ ему аплодирую. А у меня были костюм, я взял свой из Большого театра береги и цепи, и я эти цепи громыхал. 24 раза он стоял и аплодировал. Это лучшая рецензия. Месяц едет, котенок плачет, юродивый вставай, Богу помолися, Христу поклониться, Христос и месяц. Будет добро месяц. Ну, поразительная у вас, конечно, и биография, и судьба, и 30 лет на сцене Большого театра, все ведущие теноровой партии, но приятно, что вы потом тоже не расстались с театром, вы стали режиссёром. Я не расставался с театром ни на секунду, потому что в 62-м году подошёл ко мне Борис Александрович и почувствовал, что мне чего-то не хватает. Ты не хотел бы заняться режиссурой? Я говорю, с удовольствием, Борис Александрович. Он почувствовал, значит, у вас эту жилку. Он почувствовал, а я с детства мечтал стать дирижёром, а не певцом. У папы был огромный набор, больше 400 классических репертуара, пластинок, записей. И когда из дому все уходили, я любую брасилку брал, ставил, брал карандаш и наслаждался. Дирижировал, понимаете, захлёб. И это великий Караян тоже, видно, почувствовал. На записи Бориса Годунова он попросил меня, чтобы я продирижировал ему сцену Василия Блаженного. Что творилось с оркестром, это они мне устроили такую пучу. Ну, я думаю, будь дублёром Караяна. Говорю, любому дирижёру могу подойти, а венской филармонике вы дирижировали, а я дирижировал. А я дирижировал, гениально. Когда я приехал от Караяна после приглашения на будущий сезон участвовать в постановке «Пековые дамы», первый, кого я встретил, был Борис Александрович Покровский, в поликлинике Большого театра. Он так-то пошёл и привычки. Знаменитый нос. Ходил вместо «Здравствуйте». Ходят здесь всякие, давно Германа петь пора, а ты партии, наверное, не знаешь. Я обалдел. Говорю, а вы откуда знаете, что знаю? А меня на будущий сезон Караян пригласил на постановку. Ну и правильно сделал. И пошёл. Алексей Ильич, вас можно слушать бесконечно, потому что такая жизнь, столько вместившая в себя и триумфов, и встреч с замечательными людьми. Спасибо. Я надеюсь, что это ещё не последняя наша встреча. Сейчас, увы, рамки передачи требуют, чтобы мы завершали. Спасибо вам огромное, что вы пришли. Да ещё с Еленой вашей замечательной. Спасибо, уважаемые зрители, за ваше внимание. И поблагодарим ещё раз, Алексей Дмитриевич, за эту встречу. И будем ждать новой. Спасибо. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон» Научиться дирижированию можно только где-то после 50 лет. Ты, по крайней мере, точно знаешь, зачем ты выходишь на пульт. А до этого ты машешь. И ты должен в этот вечер любить больше всего на свете то, что ты дирижируешь сегодня. Угадать то, что спрятано за нотами. Вот профессия дирижёра. Они показывают громче, тише. Чем старше я становлюсь, тем всё меньше и меньше. Доволен тем, что как я делаю своё дело. Я не кокетничаю, причём. В четверг в 19.45 Юрий Тимирканов Скрябин Константин Георгиевич Академик РАН и РАСХМ Директор Центра биоинженерия РАН Заведующий кафедрой биотехнологии МГУ имени Ломоносова Член научно-технического совета ГК Роснанотех Лауреат Государственной премии Российской Федерации Специалист в области молекулярной биологии, генетической инженерии и биотехнологии Здравствуйте, спасибо большое. Садитесь, садитесь. Вы знаете, мы сегодня с вами попробуем поговорить о, с моей точки зрения, вещи удивительные, которые произошла. Новая революция. Мы все знаем о том, что вот, и многие говорят о том, что произошла информационная революция, например. У вас у всех есть мобильные телефоны, вы все пользуетесь интернетом. И вообще это чудо, конечно, да. Вот несколько дней тому назад, будучи где-то в одном месте Земли, я говорил своим приятелям, который был в Китае, и представить себе несколько лет тому назад, что вы можете просто так взять телефон, поговорить с человеком через половину земного шара, это невероятно, да. Но не это самая главная революция, которая происходит. Наверное, революция 21 века, это биологическая революция. И все говорят о том, что вообще 21 век, это век биоэкономики, биологическая революция. И именно эти методы, именно эта наука нам позволит, наверное, ответить, если все будет в порядке, на те вызовы, которые человечество сегодня имеет. На те вызовы, с которыми человечество сегодня сталкивается. В чем что-то дело? Да, вот почему именно биологическая революция, почему это не революция физики, почему это не вот эта информационная революция, которая продолжается, и все как бы в порядке, и вещи удивительные происходят. Почему все-таки биологическая революция? Вот первый слайд, который, первая картинка, которую я воспроизвожу на экране, в какой-то мере отвечает на этот вопрос в самом общем таком виде. Вот человек привык к тому, что он создает что-то из металла, из дерева, я не знаю, там, из... ... ... ... ... Продолжение следует...